Здравствуйте! Настал час новой встречи на 13 этаже. Сегодня мы поговорим об успехах регионального ЛПК. Архангельская область – один из лидеров в сфере модернизации производства лесопромышленного комплекса. Такая оценка была дана на совещании заместителя министра промышленности и торговли России Виктора Евтухова с депутатским корпусом и бизнес-сообществом региона. Все подробности узнаем у одного из участников того совещания депутата Архангельского областного собрания Александра Дятлова. Александр Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! На совещании в правительстве области заместитель министра промышленности и торговли России дал очень высокую оценку темпом модернизации ЛПК региона. Вот благодаря чему удалось выйти на такие лидирующие позиции? Основное то, что происходит у нас в сфере ЛПК и очень успешно идет сейчас, это реализация инвестиционных проектов. В свое время государство искало возможность для развития лесопромышленного комплекса и была продвинута идея внедрения инвестпроектов. То есть предприятие, которое инвестирует более 300 миллионов рублей в модернизацию своего бизнеса, в новые бизнес-проекты им предоставляется на льготных условиях лесосека. На сегодняшний день в Архангельской области в стадии реализации находится 8 инвестпроектов и сумма инвестиций составляет порядка 38 миллиардов рублей. Есть уже и реализованные инвестпроекты. Поэтому благодаря нашим крупным предприятиям создается впечатление, что у нас очень успешно все происходит в лесопромышленном комплексе. Но я в своем выступлении на встрече замминистра отметил и такой момент, что если мы посмотрим составляющую лесопромышленного комплекса Архангельской области, то у нас не только предприятия крупные ЦБК, которые в него входят, или крупные предприятия типа Устьянского ЛПК, но у нас 290 предприятий составляют основу лесопромышленного комплекса. И это как раз малый и средний бизнес. Так вот, не прозвучало, каким образом мы собираемся вообще их поддерживать. То есть вся модернизация направлена только на модернизацию крупных предприятий. И замминистра как раз говорил о том, что надо увеличивать эти инвестпроекты, надо их делать до миллиарда рублей. Таким образом, весь малый бизнес у нас останется за бортом, потому что мы как раз попросили сделать инвестпроекты менее 300 миллионов рублей. 20 миллионов, 30 миллионов, 50 миллионов рублей. А то, что сейчас делает Минпромторг, он поддерживает только крупный бизнес и весь малый бизнес. По моему мнению, и это нас очень настораживает, останется за бортом модернизации. Ну и действительно, получается, что сейчас у нас в Поморье создан единый лесной кластер, и вот как раз в него входят те крупные предприятия, о которых вы сказали, которые реализуют эти инвестпроекты. Получается, такая логика не очень здоровая, что если у предприятия малого, например, бизнеса нет денег на модернизацию, значит он остается за бортом какого-то прогресса, и никакого другого выхода у него нет, как закрываться. Да, надо иметь в виду, что у нас именно малый бизнес обеспечивает занятость на нашей огромной территории Архангельской области, и именно он поддерживает занятость в муниципальных образованиях Архангельской области. И пока люди заняты, у нас не растет преступность, у нас платятся налоги, в том числе и в муниципальный бюджет, и заготавливаются дрова и так далее. Ну и на ваш взгляд, как тогда помочь вот этому малому и среднему бизнесу? Малому и среднему бизнесу помочь, надо повернуться к ним лицом и сделать инвестпроекты менее 300 миллионов рублей. Ну смотрите, Архангельская область входит в первую пятерку регионов, обеспечивающих 50% всего объема лесозаготовки страны. Но вы говорите о том, что государство поддерживает, в частности, крупный бизнес, крупнейшие ЦБК и комбинаты, выделением лишь только лесосеки. На какую-то еще государственную поддержку может здесь рассчитывать ЛПК? Пока речь идет только о лесфонде. Но это очень важная составляющая, потому что, чтобы развиваться, чтобы строить новые производства, безусловно, собственник должен быть уверен в том, что он будет обеспечен лесосекой. Вот мы инспектируем инвестпроекты по всей Архангельской области, побывали, посмотрели, как идут дела, Поморский технопарк. Это, кстати, уникальный проект, где объединилось 17 предприятий малого бизнеса. Они объединились, чтобы участвовать в этом крупном инвестпроекте. Посмотрели, как идут дела. В Устьянском ЛПК там тоже строится новый завод, который будет по объемам приравнен к нашему третьему лесозаводу, который недавно был обанкрочен. И мы посетили Архангельский ЦБК. Архангельский ЦБК сейчас планирует, уже фактически идет строительство нового лесозавода, это ЛДК-3. Инвестпроект, в котором они хотят участвовать, будет стоить порядка 5 миллиардов рублей. Более половины инвестпроекта они уже оплатили, то есть куплено котельное, оплачено соответствующее оборудование. В общем, деньги нужны только на то, чтобы всю эту технику, когда она придет, все ее просто собрать и будет готовый завод. Но в то же время для обеспечения работы этого предприятия необходим лесфонд. Поэтому у нас сейчас в области существует проблема обеспечения лесфондом существующих инвестпроектов. Поэтому то, что государство делает, и для обеспечения инвестпроектов мы даем лесфонд, это очень важная составляющая на сегодняшний день для всех бизнесменов. Вы говорите, что лес, так сказать, истощаемый ресурс, пока, к сожалению, в Архангельской области. Что с лесовосстановлением? Совсем недавно были инициированы поправки как раз в лесной кодекс, которые усиляют ответственность лесопользователей за лесовосстановление. Грубо говоря, срубил дерево, посадил дерево. Что здесь, в Архангельской области? Например, в Финляндии уже давно реализуется вот эта схема восстановления лесов на промышленной основе. В Архангельской области такой опыт может быть применен? У нас есть несколько семеноводческих центров. Один находится у нас в Устьянах, второй у нас находится здесь, в Архангельской области. В Устьянах в строительство самого этого центра было вложено государством порядка 300 миллионов рублей. Но, к сожалению, управленческий персонал недолжным образом относился к содержанию этого центра, поэтому, в общем-то, он пришел у нас в упадок. Сейчас он передается у Устьянской лесоперерабатывающей компании. Они вкладывают в него 70 миллионов рублей, и мы надеемся, что через несколько лет они уже будут выращивать саженцы, как для себя заниматься лесовосстановлением, так и на продажу. Вообще, это очень дорогостоящий процесс. Я уже сказал, что один только такой центр стоит порядка 300 миллионов рублей. Но, тем не менее, прорабатываются вопросы, в частности, и с правительством Архангельской области, для привлечения инвестиций, чтобы у нас еще несколько таких центров в области появилось. И для всех лесопользователей, безусловно, это очень важный момент, что надо заниматься лесовосстановлением. И, я думаю, нам от этого не уйти, и все будут этим заниматься. Что касается еще поправок в лесной кодекс России, то, на Ваш взгляд, какие обязательно должны быть туда включены? Ну, речь, наверное, прежде всего о малом и среднем бизнесе. Да и о крупном тоже. Лесной кодекс, это, наверное, не буду говорить, что один из законов, но для лесников, для наших промышленников, это очень важный закон, который, в общем-то, и тормозит развитие всей отрасли. Есть в нем очень много пунктов. Вот, например, 74-я статья лесного кодекса. Она была придумана, да, и прописана для того, чтобы всем людям, которые добросовестно у нас арендуют лес, чтобы они могли вкладываться в производство, чтобы они не боялись, что закончится 10 лет, например, аренды лесного участка, и у них его государство заберет. Тогда нет смысла и деньги вкладывать, и зарплату платить, и налоги платить, а побыстрее заработать и убежать. Чтобы этого не происходило, сделали 74-ю статью и сказали, что если вы будете соблюдать 7 пунктов этой статьи, которые в ней прописаны, то вам этот лес будет, этот участок лесной будет продлен автоматически, аренда на него, без аукционов и без дополнительных торгов. По факту, когда эта статья была принята, она оказалась абсолютно нерабочей. Более 20 с лишним добросовестных пользователей обратилось у нас в наше профильное министерство с просьбой продлить аренду лесных участков. Министерство, глядя в этот закон, не нашло такой возможности. Все пошли в суд. Суд, опять же, глядя в этот закон, тоже не нашел такой возможности. В результате в Архангельской области ни одному человеку не был продлен договор аренды по этому закону. Более того, и во всей Российской Федерации также. Поэтому есть еще ряд пунктов в лесном кодексе, который точно так же тормозит развитие лесопромышленного комплекса Российской Федерации. Поэтому мы сейчас создали рабочую группу со всеми нашими крупными предприятиями, со всем нашим средним и малым бизнесом, и будем готовить поправки в этот кодекс. Там есть, с 2017 года вступит статья, по которой мы должны составить реестр недобросовестных лесопользователей. Тоже вызывает ряд вопросов эта статья. Кто это такие? Это люди, которые довели до банкротства, например, предприятия, или люди, которые не платят аренду, или люди, которые не занимаются лесовосстановлением. Или вот что под эту категорию подвести недобросовестные. То есть как бы мы не создали такой реестр, в результате которого у нас большое количество предпринимателей просто вообще никогда не сможет заниматься лесным бизнесом. Поэтому одно из предложений, которое прозвучало, должно быть прописано, что это люди, которые систематически, например, у нас этим занимаются. Не как-то один раз вдруг случайно, это может ведь произойти, и там техногенный какой-то случай, что человек не смог выполнить какие-то обязательства. И вот в лесном кодексе очень много таких нюансов, когда люди не могут развивать свой бизнес. И мы каждую сессию пишем поправки, каждую сессию мы выходим с просьбой внести изменения. Годами это все рассматривается в Госдуме, никаких решений не принимается, и на сегодняшний день как все было, так все и остается. Я хочу сказать, что по всей Российской Федерации поступило более 180, наверное, поправок в лесной кодекс. Из них 50, наверное, было рассмотрено, и только 4 было принято. То есть вот создана огромная государством бюрократическая процедура, и пока это будет продолжаться, мы с места не сдвинемся. И ни о каком прорыве о том, что говорил замминистра, говорить будет очень тяжело. О каком-либо прорыве в лесопромышленном комплексе. Мы просим дать нам, наоборот, больше полномочий. Почему у нас нет доверия нашему министерству лесопромышленного комплекса? Чтобы государство вырабатывало стратегию, направление, задачу, куда мы должны идти, как должен развиваться лесопромышленный комплекс. А все остальное мы должны решать на местах. Вот, например, нам даже цену на аукционы устанавливается из Москвы. То есть по некой формуле мы должны рассчитать цену аукциона и продавать лес малому бизнесу. Но у нас ведь есть разные лесные участки. Есть лесные участки, которые находятся близко к дорогам. Есть отдаленные лесные участки. На сегодняшний день по этой формуле получаются отдаленные участки, еще дороже даже стоят. И мы не можем снизить цену, потому что мы все это должны согласовывать с Москвой. Мы бьемся уже давно за введение конкурсных процедур, чтобы мы могли людей допускать к высвобождающимся от аренды участкам леса, чтобы мы могли допускать людей на основании конкурсных процедур. Что в конкурсных процедурах мы могли бы прописать, что это предприниматели, в первую очередь, которые зарегистрированы в Архангельской области. Что они занимаются производством. Они просто пилят лес и продают его как кругляк. Что они платят налоги, платят зарплату. И с этой инициативой мы уже вышли от Архангельского областного собрания. Нас уже поддержало порядка 15 регионов. И тоже этот вопрос завис в Госдуме и никак не решается. Поэтому мы сегодня, 15 августа, уже обобщим все, наверное, предложения от всей Архангельской области и передадим их в Минпромторг Российской Федерации, в Министерство по лесопромышленному комплексу, чтобы они занимались решением этих вопросов. Александр Владимирович, ну и возвращаясь к той теме, с которой мы начинали, «Поморье» лидер в сфере модернизации лесопромышленного комплекса. Говорит ли эта оценка о том, что кризис для нас позади? Говорит о том, что мы на правильном пути. То есть мы дали возможность крупным предприятиям провести модернизацию. И сегодня мы придем к тому, что, ну вот, например, Устьянские ЛПК, они строят завод, который будет сопоставим по мощности с нашим третьим лесозаводом. В то же время вместо полутора тысяч человек на нем будет работать всего 15 человек. То, что делает Архангельский ЦБК, это 25-й лесозавод, ЛДК-3, и сопутствующие рядом находящиеся с ним предприятия. То есть три лесозавода, которые они ведут в строй, по мощности они будут производить полтора миллиона кубометров доски. Это столько пилило 30 лесозаводов по старым технологиям. То есть фактически три лесозавода заменят 30, которые были раньше. Поэтому мы придем к тому, что за счет модернизации по объемам производства мы вернемся звание только уже не всесоюзной, а всероссийской лесопилки. Александр Владимирович, спасибо за беседу. До свидания, всего добро. Лесной бизнес в Архангельской области на подъеме. Помимо услышанных, сегодня об этом говорит и тот факт, что передовые предприятия ЛПК модернизируют производство, инвестируют миллиарды и жалуются уже не на нехватку денег, а на недостаточность расчетной лесосеки. Словом, теперь тот, кто не вкладывает деньги в модернизацию, обречен на исчезновение. На этом сегодня все. До встречи на 13 этаже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова